Всем привет, друзья мои! Сегодня у меня домашний небольшой обзорчик, обзор распаковки посылочки. Посылка от компании Sportex. Значит, небольшая история о данной посылке. Копаясь на сайте компании Sportex, лазя там по спиннингам, я наткнулся на поводковый материал, который называется Hard Mod. На самом деле, о таком материале я особо ничего не слышал, не видел и был крайне удивлен и впечатлен. Почему я был удивлен и впечатлен? Потому что, может быть, что-то я пропустил, кстати, может быть, он и где-то уже освещался, скорее всего, где-то освещался, но просто о нем, повторюсь, мало что известно. То есть материал вообще на рынке уже более 10-15 лет приблизительно. И на самом деле, первый, кто сделал, оказывается, как я погуглил, первый, кто сделал данный материал, это как раз была компания Climax. Climax это немецкие штуры, значит, монофильные лески, поводковый материал и тому подобное. Это как раз вот Hard Mod от компании Climax. Ну, уже и многие другие производят, но первые были как раз, первый, кто придумал, скажем так, изобрел и пустил в продажу, как раз была компания Climax. Так вот, данный материал, чем меня поразил и заинтересовал, это как флюрокарбон, да, по своим характеристикам. То есть он незаметен, он, значит, на вид как монофильная леска, ну, как флюрик, да, вот, но в то же время он очень прочный, очень жесткий. Данный материал, чем интересен, значит, его щука сразу не может перекусить, перепилить, да, своими зубами. Его ножом-то сразу очень тяжело, скажем, перерезать. И это я сегодня попытаюсь вам показать. Так вот, а свойство у него именно как у флюрика, то есть он незаметен. Ну, короче, тот же самый флюрик, только очень-очень прочный. Так вот, из-за этого, значит, поводкового материала и появилась у меня эта посылочка. То есть я попросил компанию SportEx прислать мне данный материал на тест, вот, чтобы я посмотрел его сам, чтобы я его протестировал на воде и чтобы показал его вам. Ну и что-то похожее они мне набросали еще, потому что посылка довольно-таки, ну, получилась немаленькая. Давайте посмотрим вместе с вами, что там лежит. Итак, друзья мои, вот такая коробочка пришла вот такого размера. Сейчас посмотрим, что в ней лежит. Подписано для Ильи Дивера. Вижу уже футболку. Вот, вижу тут с обратной стороны плетню, наверное, флюрокарбон или монофил. И сейчас распакуем вместе с вами и посмотрим, что же там лежит. Так, ну, первое это футболочка от компании SportEx, желтого цвета. Спасибо огромное. Сейчас прикинем, померим. Да, кстати, друзья мои, на самом деле еще новость. В компанию SportEx поступили спиннинги. Спиннинги Magnus, спиннинги Neptune и еще какие-то спиннинги. Ну, короче, было большое поступление спиннингов, в том числе и нашей темы троллинговой. Пришли, конечно, не только Magnus и Neptune, не только троллинговые, Самови и какие-то мощные палки. Пришли, по ходу, там разноплановые палочки. Большой был завоз на фирму. И появились, по-моему, там и гидры, и новый твич, и тревелы пришли. То, что я хочу себе тоже взять, тревел для морских поездок. Да и вообще, допустим, когда вы едете куда-то своим ходом, скажем, на электричке, еще куда-то, то проще с собой вести, конечно, тревел. Тревел иногда нужен, нужно иметь дома для каких-то определенных поездок. Когда мы едем не на машине, передвигаемся, скажем, на велосипеде или, допустим, на мотоцикле. Или едем, опять же, в электричке куда-то там, на какое-то озеро там, да, можно будет добраться. Ну, короче, пешие походы, для пеших походов. Или, допустим, для тех же самых поездок на море. Вот, у меня нет такого спиннинга. Вот я в Сочи в том году ездил, так, как говорится, и не половил, потому что с собой не привел спиннинг вести большой тубус. Ну, как-то мне это было не очень. А когда тубус небольшой, вот такого размера, то его можно и в сумку положить, и с собой в самолет. И когда ты едешь на мотоцикле, на велосипеде удобно, и когда ты в электричке, ну, не важно, короче. Маленький тубус, многочастники, они удобны. Также удобны и телескопические удилища. Я, кстати, не знаю, у Спортекс есть телескопические удилища. По-моему, вроде бы были, но еще как бы до этого не дошли мои руки и не смотрел. В детстве, в юношестве, скажем, даже, может, в детстве, у меня была телескопическая палочка. Даже не знаю производителя. Она полностью была стеклопластиковая, довольно-таки тяжелая. Но она была удобная тем, я ловил ей щуку на озерах, там, на ереках в Астраханской области. Она была удобна тем, что она, опять же, была маленькая, складывалась, значит, сдвигалась на телескопическое, сдвигалась вот в такое удилище. Данное удилище постоянно держало у отца в багажнике. И мы, короче, я недолго думая, когда он меня звал, я знал, что у меня там и катушка, и блесны у нее лежат, и спиннинг. И мы ехали на какие-то ереки или на озера. То есть, мои снасти постоянно лежали у него в машине. Это, на самом деле, довольно-таки очень удобно. Так вот, друзья мои, довольно-таки большой приход пришел на склад компании Sportex. Кому интересно, заходите и посмотрите. И помните, что на данное удилище идет гарантия. Гарантия 10 лет. 10 лет на банке и 2 года на фурнитуру. Плюс по промокоду DIVER10 действует постоянная доп. скидка. То есть, независимо, есть ли скидка на их сайте или нет скидки на их сайте, доп. скидка по-любому действует. Минус 10%. То есть, примерно, допустим, если у них зимой была скидка, минус 10%. Вот. Там, допустим, раз, там зачеркнуто, и написано, какая-то цена. К нижней цене, к минимальной цене, вы плюсуете, точнее, вычитаете еще 10% скидки по моему промокоду DIVER10. Вообще шоколад получается, да. То есть, по сути, в хорошие такие моменты, когда у них проходят какие-то акции, можно получить скидку до 20%. Итак, друзья мои, я переоделся, как вы поняли. Футболка мне прям отлично села, подошла. Вот такая она, как цыпленок я теперь. Довольно-таки неплохая. Нарядная. Хоть на работу выходи. Люблю красивые вещи. Ладно, давайте, короче, смотреть, что лежит дальше в моей коробке. А то я все люблю потрепаться. Итак, друзья мои. Вот он материал, с которого все началось. Значит, это хардмона. Хардмона от компании Climax. Данный материал имеет, ну, похожесть флюрокарбона. Что-то похожее на флюрокарбон, то есть, он незаметен. С ним, ну, якобы больше поклевок. Но в то же время, в то же время данный материал более устойчив к щучьим зубам. То есть, более устойчив к порезам. И это мы немного с вами попозже проверим. Я попробую ножом его порезать. Сейчас мы распакуем, посмотрим, что пришло. Все в коробке, в моей посылочке. А дальше посмотрим. Нагрузка на данный материал 23 килограмма. То есть, это, по-моему, топчик. То есть, самый мощный. Метраж 10 метров самого платкового материала. И в комплекте 20 обжимных трубочек. Уже в коробочке. На самом деле, данный материал, данный материал, как я погуглил и узнал, значит, в интернете, одни из первых как раз именно и придумали, и выпустили на рынок именно немцы. Компания Climax. Позже уже, позже стали делать такой же материал или похожий материал. Уже под другими, под разными брендами, другие производители. И материал стал множиться, скажем, и размножаться на рынке. Данному материалу уже порядка 10 лет. Но на самом деле, про данный материал я что-то раньше особо не слышал и не видел никаких обзоров. Почему я, в принципе, решил сделать распаковку данной посылки. И почему я решил, в принципе, сделать данный обзор. Потому что это не просто какой-то поводковый материал. Это не просто какие-то плетенки там и какие-то монофильные лески. А это именно интереснейший материал, который, я думаю, будет и вам интересен. Мне он, по крайней мере, интересен. Я буду на него ловить, пробовать на него ловить, пробовать и его буду тестировать. И в Астраханской области, и здесь где-то у нас в Подмосковье. Да не важно где, буду рыбачить с ним. Поэтому я решил вам его показать и о нем рассказать. Так вот, значит, я заказал три диаметра. Значит, соответственно, 23, с нагрузкой 23, с нагрузкой в 9 килограмм. Уже другая такая упаковочка. Значит, идет... А где обжимные трубочки? Почему без обжимных трубочек? Вот они, обжимные трубочки уже внутри. Ну, на самом деле, лучше бы делали немцы вот так, как раньше делали. Что-то они стали экономить, я так понимаю. Итак, значит, вот эта, значит, упаковочка, это получается в старый дизайн. Раньше они делали вот так. А теперь они стали делать вот так, экономив на коробочке под, значит, под обжимные трубочки. Ну, и вот такую вот пленочку. В такой пакетик стали упаковывать. Данный материал, данный материал стоит в районе, ну, скажем, 400 рублей. Данный поводковый материал. Вот этот подешевле, как ни странно. Этот подороже, тоже, как ни странно. Если я правильно все понял. Или наоборот. Короче, один подешевле, другой подороже. На сайте, я думаю, сами посмотрите. Короче, разница где-то в районе 80 рублей. И еще один. Это уже, значит, лайтовый диаметр на нагрузку 4,5 килограмма. Трубочки также, получается, вообще в россыпь там лежат внутри. С коробочкой, конечно, намного интереснее. Этот материал мы сейчас попробуем, чуть попозже попилим. Попилим, порежем, проверим, как он будет держать все это дело. Очень любопытно, очень интересно. Видео, на самом деле, в интернете я особо не натыкался на них. Возможно, сейчас целенаправленно искать, то, наверное, его будет много. Но почему-то оно, как говорится, под руку не попадалось. Кстати, напишите в комментариях, вы знали о таком материале или не знали. Что-то еще лежит в бобинках. Флюрокарбон. А это просто флюрокарбон. Мы, кстати, его сравним, наверное, и с поводковым материалом. Флюрокарбон. Флюрокарбон. А, вот как он продается. Вот он связанный. То есть, флюрокарбон. Флюрокарбон по 50 метров. Вот он так вот связан. Можно его, в принципе, как бы намотать и сразу 100 метров. Получается, на каждой бобинке по 50 метров. 0,4 с нагрузкой 10 килограмм. И еще мне положили 0,5 с нагрузкой 14 килограмм. 0,4 и 0,5. Из них можно вязать и, наверное, косички. И просто использовать, как, наверное, поводковый материал. Но я буду использовать как поводковый материал вот это. А из того, наверное, буду вязать косички тогда. Так. Еще у нас тоже флюрокарбон. 0,25 с нагрузкой 4,6 килограмма. Немцы пишут 100% флюрик. Друзья мои, мне пришла специальная сомовья плетня. 0,92 диаметр 0,75. 0,92 диаметр с нагрузкой 80 килограмм. А 0,75 с нагрузкой 75 килограмм. 200 метров на бобине. И очень интересно упаковано. То есть вот... Так, здесь косичком что-то сделано. Вот в такой упаковке. Кстати, очень классно. Удобно. Раз, и оно не разматывается. Где начало-то? Добротный шнур. Из данного шнура, кстати, можно делать оснастку. Оснастку можно делать... Самови-оснастку. То есть метровый поводок, крючок, скользящее грузило. Карабинчик на конце, вертлюжок, там, я не знаю, петля простая. То есть из данного материала можно делать оснастки Самови. Ну или на какую-либо другую мощную рыбу. Спасибо огромное. Компания Спортекс. Теперь, друзья мои, все самые мои. Так, значит, 0,92. 0,75. Цвет коричневый. Производитель Клаймакс. Ну, я теперь вообще обрыгаюсь. Так, это убираем. Еще какая-то плетня. Очень тоже мощная. 0,5. Опять от компании Клаймакс. Я думаю, что это все от компании Клаймакс. Сейчас посмотрим. 0,5. С нагрузкой 50 килограмм. 280. 280 метров. Так, это вот упаковочка какая-то интересная. О, это вообще прям топчик. Это прям хорошо так держит. Вот это вот. Прям чехлит, скажем так. Смотрите, раз. Защелкивается даже. Кайф вообще. Блин, вот это вообще радует. Вот это немножко как-то она, ну, не очень чехлит. Не защелкивается. А вот это прям чехлит хорошо. Тоже коричневая. Блин, качественная вообще. Такое ощущение, что вообще-то восьмижилка какая-то. Какая-то это прям... Хоть сапогишей. Классная. Будем тестить, будем проверять все это дело на воде. Но визуально она офигенная. А ценник данной плетни 0,52300, это розница, 0,753190, 0,923680. Как-то так. Ну, это могли бы вы сами посмотреть, на самом деле, на сайте. Но, коли мы обговорили все это дело... Сейчас я все уберу. Замотаю. Я вам сразу скажу и цену. Вообще, подарки я очень люблю. А кто их не любит, да? Вообще, люблю я еще и дарить их. Что-то мне тут не клеится. Сейчас я все уберу. И приступим дальше. Дальше у нас... А что это у нас? Опять сон нарисован. Я что-то не понял. По 20 метров. Что это такое, по 20 метров? Что-то тоже с Амови по 20 метров. А, друзья мои, это поводковый материал! Спасибо, ребятушки, спасибо! То есть, то, что я вам говорил, что из этого я хотел делать поводковый материал. Вот, то есть, да, поводок метровый делать. Вот, друзья мои, специальный шнур, поводковый материал. Сколько он стоит? Стоимость его где-то в районе 800 рублей. Нагрузка 135 килограмм. Намотано здесь всего 20 метров. То есть, по сути, если мы делаем метровые поводки, на 20 поводков. На 20 поводков с нагрузкой 135 килограмм. Вот он, друзья мои, поводковый материал. На самом деле, мне Дима Кво, по-моему, присылал. Тоже желтый такой, немецкий. Скорее всего, наверное, ты был Климакс. Если, Димка, ты смотришь меня, ты на самом деле отпишись. Вот, может быть, я тебе тоже подгоню, как говорится, с барского своего плеча. С подарка со своего. Ты мне говорил, что тебе кто-то присылал, там, откуда-то, я не помню, как раз с Европы или кто-то, тебе кто-то присылал, и ты меня чуть-чуть тоже, значит, отмотал для поводкового, как раз вот, для поводковой оснастки. Для сама. Так вот, очень похожие. Очень похожие. А где этот чехольчик-то? Да нафиг все, упало. Вот. И имеет вот такой чехольчик. Очень удобно. Очень хорошая вот такая задумка с таким чехольчиком. Итак, друзья мои, поводковый материал, это, оказывается. 20 метров. Итак, у меня его с нагрузкой в 135 килограмм и с нагрузкой еще в 100 килограмм. Вот так вот. Один желтый. О, это прям вообще. Вот этот вообще тоже добротный. А этот такой, какой-то серый. Идеально круглый. Мне так кажется. Тоже 20 метров. Блин, друзья мои, спасибо огромное за такие презенты. Теперь я точно ни одного сама не упущу. Так. И что еще интересное прислали. Последнее, то, что сейчас я вижу в данной посылке, это лежит плетенка тоже от компании Климакс. Модель, если я правильно называю, айбрейт. Модель айбрейт. Толщина у них, к сожалению, на сегодняшний момент, ну, самое толстое, толстое, это 0,16. Это восьмижильная плетня. Восьмижильная плетня. Просто опупенного качества. Реально опупенного качества. А почему я это говорю? Значит, я еще ее сам не тестировал. Я ее взял на пробу. У меня, значит, 0,16 уже была плетня. Я у них, значит, брал ее, да, чуть ранее, зимой. И вот они мне еще прислали. Идеально круглая плетня. Почему же я говорю, что она опупенная? Она в 2019 году данная плетня. Именно вот эта вот модель айбрейт в 2019 году на выставке в Брюсселе. Выставка называется ВТЭКС. Проходит она тоже ежегодно, я так понимаю. Так вот, на данной выставке данная плетня заняла первое место. Там были и разнообразные другие шнуры от известных брендов. Я не буду сейчас их озвучивать. Но реально вы можете погуглить и эту информацию найти в интернете. Данная плетенка заняла первое место. Реально первое место. А ценник, друзья мои, у данной плетни в отличие от других брендов реально смешной. 270 метров данной плетни стоит где-то в районе 2300 рублей. Без доп. скидки по промокоду Дивер. 135 метров где-то в районе 1300 рублей. Опять же, без промокода Дивер. Повторюсь, друзья мои, это топовая восьмижильная плетня. Как себя данная плетня поведет на водоеме, я скажу вам позже. Вот. Но, опять же, повторюсь, если данная плетня будет, скажем, зарекомендует себя очень хорошо, то она будет реально топчиком. Топчиком среди шнуров среднего класса, а по качеству наверное не уступая каким-то элитным шнурам. Японским, скажем так, наверное. Размотка 275 метров. 275 метров 0,16 с нагрузкой 14,2 килограмма. Многие, значит, и мои знакомые, и уже некоторые производители знают, что я люблю вот такие вот кислотные всякие цвета. С ними удобно ловить и, скажем, в сумерках. Вот. И с ними получаются реально очень красивые фотки. Так, дальше, значит, давайте пойдем по порядку. Это вот я 008 уже опережаю события. 0,14. 0,14 вот такого красного цвета. Тоже 275 метров с нагрузкой 11 с лишним килограмм. Ну, я даже не знаю, доставать или не доставать. Давайте достану. В принципе, вы качество все равно не поймете. Так, ну, данная плетня вот такого тоже красного ядовитого цвета. В коробочке вот в такой идет. Повторюсь, данная плетня производится в Германии. Эта плетня 8 жил. Там не знаю, кто знает английский, там вот что-нибудь может быть прочтете. И данная плетня это топчик. Топчик среди плетеных шнуров у Climax, производителя Climax. А, вот еще цвет тоже зеленый мне положили. Вот для тех, кто любит цвета, скажем, ну, не ядовитые. Есть цвета вот такие болотные, еле заметные. Это, кстати, офигенный вариант. Это 0.1 для ловли ультралайтом. А может, кто-то и джигом ловит. Ну, мне по качеству она нравится. Посмотрим, как она себя покажет на воде. Она идеальна, прямо вот на ощущение, она идеально круглая. И не жесткая, такая, скажем, ну, довольно-таки мягкая. 0.1 уже в размотке 135 метров с нагрузкой 6.8, считай, 7 килограмм. Будем считать 6 килограмм. Наверняка завышено, хотя я не проверял. Вот еще одна плетня, значит, тоже в размотке 135 метров с нагрузкой в 6 килограмм 0.08 диаметр. Я так понимаю, что все лайтовые значит, диаметры в размотке наверное 135 метров. Я не знаю точно, но 135 метров мне не очень нравится. Мне нравится хотя бы 150 метров, а так вообще люблю, когда намотано 200 или больше метров. 275 метров это следующий диаметр. Это у нас уже 0.12 с нагрузкой в 9 килограмм. Данные диаметры чем мне нравятся? Данные диаметры хорошо наматывать не думая о бэкинге. То есть, да, конечно, остаются остатки, излишки, мы переплачиваем деньги, но у меня не болит голова про бэкинг. Я уже об этом говорил и я не парюсь с бэкингом. То есть, бэкинг подмотать на самом деле, повторюсь, это целый гимор. То есть, нужно по сути две шпули, чтобы грамотно намотать бэкинг и чтобы плетеночка была по самую каемочку. То есть, мы сначала, по идее, допустим, берем 135 метров, наматываем на шпулю. У нас получается недобор, нужно еще мотать плетню. Значит, мы подвязываем бэкинг, доматываем до каемочки уже сверху у нас бэкинг. Теперь нам нужно бэкинг перекинуть на другую шпулю, поставить ее на катушку и чтобы бэкинг теперь стал внизу. То есть, на следующую шпулю мы должны намотать бэкинг вниз, чтобы плетенка у нас оказалась сверху. Ну, вот как-то так. И поэтому или нужно точно знать как-то уже свою катушку, свои диаметры или пользоваться постоянно одним и тем же диаметром, одним и тем же производителем, чтобы один раз намотать бэкинг и потом только менять плетню на новую. Вот. Это не очень удобно. Вот такая, друзья мои, посылочка пришла от компании Спортекс. Вообще, еще что я могу сказать про данную плетню, данную монофильную леску от данного производителя Клаймакс. Клаймакс на самом деле, ну, старые рыбаки, не дадут мне соврать, это очень старый древний бренд. В свое время им очень много кто торговал, потом почему-то исчез. Сейчас, ну, наверное, задавили другие производители, какие-нибудь там уже японские, там, не знаю, какие-то европейские и тому подобное. Короче, задавили данный бренд, и он стал как-то менее известен. А может, просто возить его перестали. Непонятно по какой причине, но монофильная леска, когда еще даже не было шнуров, монофильная леска от компании Клаймакс была довольно-таки очень популярна среди и людей, которые ловят на поплывок и среди тех, кто ловит на какие-то закидушки, скажем, того же самого карпа или сазана. То есть у них, если мне память не изменяет, у Клаймакс даже была монофильная леска 0.8 или 0.6, которую мы с отцом использовали на матовое на мотовило, то есть для ловли без спиннинга, просто на мотовило наматывает для закидух и ловили сазана. Если мне не изменяет память, по-моему, так оно и есть, потому что Клаймакс у меня в голове прямо вот в какое-то, в юношество, вот я помню вот это вот производители. Так вот, данный бренд существует с 49-го года. Друзья мои, с 49-го года, вы только представьте, да, это реально срок, это срок довольно-таки приличный, то есть данная фирма делает свою продукцию с 49-го года. Это реально срок. Итак, теперь, как я вам обещал ранее, давайте попробуем попилить вот этот мой новый хардмона. Давайте начнем сначала с толстого материала, который держит 23 килограмма. Друзья мои, это прям какой-то, ну, я бы сказал какая-то проволока. Только вот мне интересно, а как она? Она память имеет? Как ее выпрямить? А, вот так, да? Ну, под троллингом она будет выпрямляться, в принципе. Надо будет попробовать, а то я взял для троллинга. Но она реально как проволока. Это мне не очень нравится, не очень нравится, но попробовать я попробую. Может быть, я и не прав, может быть, ее вот как-то можно выровнять. Она выравнивается, кстати. Ну, и под халкообразными я думаю, что она должна встать прямо. За нее, кстати, брать будет удобно без подсачника. Итак, давайте попробуем, ладно. Это более толстая, потом посмотрим более тонкие. Она выравнивается, кстати. Вот ее вот так вот делаешь, она раз, и выравнивается. вот она выравнивалась. Да? Вообще прямая стала. Все. Все, я теперь понял, как ее выравнивать надо. Давайте попробуем его порезать. Я за ножок. Очень острый нож. Я им вообще и филею, и мясо режу. Офигенный острый ножик. Продемонстрировать можно вот так. Материал, повторюсь, стоит сколько там метров еще раз? 10 метров в районе 300 рублей. Но стружка снимается, а теперь попробуем перерезать. А, он не режется. Опа. Ну, вот так он режется. А вот, друзья мои, простой флюрик. Давайте так же его и проверим. Ой, сейчас. Все. Бац, и все. Давайте еще раз я вам попилю его. Он не режется. Ёп! Твою мать! О, бай! Я попробую вам показать его в разрезе. Какой-то прям странный. Он реально жесткий, как проволока, но в то же время он легко выпрямляется. Данный материал, друзья мои, реально трудно перерезать. То есть, щуки он будет, как говорится, не по зубам. Давайте попробуем более тонкий. Более тонкий материал. Так, у меня остался на 9 килограмм и на 4,5. На 9 килограмм давайте посмотрим. На 9 килограмм он уже, ну, соответственно, не такой уж и грубый. Вот, на 9 килограмм ловить уже поприятней. Ну, опять же, смотря для каких целей. Вот, кстати, как трубочки они туда напихали. Они просто отсюда вываливаются и могут потеряться. Поэтому при покупке будьте осторожны. Сэкономили немцы на коробочке-то. вот, вот так-то вот как-то было бы поинтересней, поправильней. Это надо будет куда-то пересыпать, а иначе все потеряется. Так вот, этот материал уже не такой, он грубый все равно, но из-за толщины не такой грубый. Я думаю, что следующий, который мы посмотрим с вами на 4,5 килограмма, он будет еще приятней. Так вот, ну, это все, в принципе, на самом деле по этот для троллинга с нагрузкой в 23 килограмма 100 процентов. Хотя можно и этот для троллинга использовать. Я и этот попробую. Вот. А этот уже можно использовать для твича щуки на каких-нибудь озерах, водохранилищах, там, я не знаю, той же самой речки. Давайте его попробуем попилить. А я, знаете, что, ну, в принципе, так будет правильнее на самом деле. опять его вот так кладу. Перерезается, конечно, но режется намного труднее, чем, скажем, флюрик. Ценник, я думаю, что недорого. Скажем, это сколько получается, там, в районе 300 рублей, в районе 300 рублей за 10 метров недорого. Если брать японские, наверное, какие-то бренды-производители, то я думаю, что такого плана материал будет стоить реально дороже. Хотя я могу ошибаться, я говорю, я с данным материалом еще не сталкивался, не отслеживал его судьбу. Очень неудобная упаковка. Вот это факт. Эх, Европа, только вас похвалишь. Давайте посмотрим теперь 4,5 килограмма. 4,5 килограмма не сильно тоньше, чем и 9, наверное, но тоньше. Вот этим материальчиком я попробую в наших, скажем, краях щучку половить. Так, берем. Бум. Бум. Что-то легко как-то. Буду пробовать, буду пробовать реально тестировать его. Может еще попробовать его порубить. А зачем его рубить? Щука же не рубит. Щука срезает. Кстати, поводковый материал на сама тоже не режется сразу. Сразу. Ну, а так перерезать, наверное, можно все. Ну, друзья мои, вот такую посылочку я получил с такими замечательными шнурами и таким необычным поводковым материалом, как хардмона. Надеюсь, друзья мои, мы все-таки попадем в ближайшее время на наши любимые водоемы и сможем половить на наши любимые приманки, на наши любимые спиннинги, посидеть в наших любимых катерках и лодках. Всем пока, друзья мои. Всем рыбацкой и жизненной удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!